Эвелин Кристенсен. Когда Бог отвечает «Покайся!» Когда вы помолились «Отец, согрешил я», как, по-вашему, он должен ответить? Неужели? Ну вот, ты и признался, теперь все будет хорошо. Конечно, нет. Выслушав молитву, Бог повелевает «Покайся!» Звонит женщина. Задыхаясь от волнения, просит помолиться. Ее муж ночи напролет проводит с другой женщиной. А на следующее утро, вернувшись домой, просит Бога простить его. Своей жене он объясняет, что ничего страшного в этом нет. Бог всегда прощает нас, когда мы обращаемся к Нему. «Это действительно так?» — спросила она меня. «Разве он, называя себя христианином, имеет право так жить?» «Разумеется, нет», — отвечаю я. «И прошу ее открыть послание к римлянам. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Никак. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Заметив в своей жизни какой-то грех и исповедав его Богу в молитве, мы обычно говорим себе «А теперь забудь об этом!» «Да это и грехом-то назвать нельзя!» Или «Ты ведь никому ничего плохого не желал, просто так получилось!» «Да, я еще не самый закоренелый грешник!» Но на все это Бог говорит прямо «Покайся!» Когда мы признаемся перед Ним в грехе, Он никогда не ответит нам «Да ничего страшного, дитя мое! Забудем об этом! Живи, как жил!» Бог не опускает занавес, Он ожидает покаяния. Почему нужно каяться? Так повелел Иисус и верующим, и неверующим. Прошло всего лишь шестьдесят лет после вознесения Христа, а Он уже посылает Своим церквям повеление «Покайтесь!» Читайте об этом в книге «Откровение», 2-3 глава. Слово «покайся» повторяется здесь так часто и звучит с такой силой, что вызывает неподдельный страх. Когда Сын Божий начал свое служение на земле, Он возвещал «Покайтесь!» Придя в Галилею, Он проповедовал «Исполнилось время и приблизилось Царство Божие!» «Покайтесь и веруйте в Евангелие!» Предтеча Иисуса, Иоанн Креститель, призывал религиозные правящие верхи к покаянию. Он кричал им «Покайтесь!» «Ибо приблизилось Царство Небесное!» Иисус на протяжении всего времени Своего земного служения говорил о необходимости покаяния, видя, как люди грешны по сравнению со святостью Его Небесного Отца и Его собственной безгрешностью. То, что Он увидел на земле, произвело на Него ужасающее впечатление. В Нагорной проповеди Он говорит, что пусть лучше отрубят какую-то часть твоего тела, которая вводит тебя в грех, чем весь ты из-за нее отправишься в ад. Затем была Его смерть, как плата за все наши грехи. Воскреснув, Он дал Своим последователям последнее наставление, призывая их во всех народах неизменно проповедовать покаяние. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 24 главу, 46-47 стих. И сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах». Петр, еще совсем недавно переживший покаяние, немедленно повиновался по велению Иисуса и в своей первой проповеди призвал, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Таким образом, цель пришествия Христа, Его проповеди, смерти и воскресения была в том, чтобы всюду и всем проповедано было о покаянии для прощения грехов во имя Его, и сегодня, находясь на небесах, Он не перестает заботиться об этом. А что вы подразумеваете под словом «покаяться» — может возникнуть вопрос. Покаяние — это намного больше, чем наше поспешное «Господи, прости!». Оно включает в себя искреннее сожаление о содеянном, активные действия, направленные на то, чтобы отвернуться от Него, принесение плода, подтверждающего покаяние. Искреннее сожаление о содеянном означает, что тебя повергает в ужас одна только мысль об этом грехе. Истинное покаяние означает бояться самого греха, а не только его последствий. Когда я была еще ребенком, то однажды стала невольным свидетелем того, как каялся мой отец перед мамой. Он бился головой о стену. Мой отец работал подрядчиком на автомобильных дорогах, много путешествовал и годами изменял маме. Наконец он исповедал перед нею свой грех. Он увидел свой грех в свете святого хождения пред Богом моей дорогой мамы. Однажды вернувшись домой после недели дорожных работ, он был настолько поражен исходившей от нее святостью, что ему даже показалось, будто рядом с нею в небе парит ангел. Именно ее, богоугодная святая жизнь, в сравнении с его похотливостью и развращенностью, привела к покаянию. И он раз и навсегда изменил свой образ жизни. Один служитель, несколько лет состоявший в запретной связи со своей секретаршей, свидетельствовал, что неугасимое стремление его жены к святости сделало его жизнь настолько невыносимой, что он исповедался перед ней в своем грехе. До этого он уже пытался свести счеты с жизнью, но был вовремя задержан полицией. И только извиваясь на постели в предсмертных муках, он открыл жене отвратительные, ужасные подробности своего греха. После признания греха грехом наступает следующий шаг – покаяние. Тогда человек со всей ясностью осознает то ужасающее опустошение, к которому привел его грех, и молит Бога в который раз очистить его душу. Вот уже тринадцать лет я наблюдаю за тем, как совершаются подобные покаяния во время наших семинаров, что происходит, когда женщины молятся. Мы изучаем условия сильной молитвы. Первая из них гласит, прежде чем молиться, вы должны полностью очистить свою жизнь от всех тайных грехов. Перед тем, как разделить людей на небольшие группы и призвать их к молитвам вслух, я зачитываю список грехов, составленный нами по местам из Библии. Это гордость, обман, похоть, пустое времяпрепровождение, зависть, неуемная жажда денег, подлость и лицемерие. И когда Дух Святой начинает обличать нас, почти всегда я наблюдаю неподдельное раскаяние. Все присутствующие исповедуют грехи, многие плачут. Нередко эта первая молитва о покаянии захватывает и время, запланированное нами, для перерыва после утренних занятий. Открыто признаться в грехе всегда неприятно и неловко. Однако Павел говорит, что для нас эта процедура крайне полезна. После своего первого послания христианам в Каринф, в котором он осуждает их за грехи, Павел снова пишет им, теперь уже радуясь, что печаль ради Бога произвела в них покаяние. Давайте прочитаем второе послание к Каринфинам, седьмую главу, с восьмого по десятый стих. «Поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время, теперь я радуюсь не потому, что вы, христиане, опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Отвернуться от греха – это второй шаг покаяния. Без него покаяние будет ненастоящим, вот уже многие годы, я ежедневно прошу Бога испытать мое сердце и указать мне на мои грехи. Думаю, что не так уж и трудно признать какие-то из своих взглядов или поступков греховными и попросить у Бога за них прощения. Я действительно сожалею, что сказала, сделала или подумала что-то нехорошее, но сказать, что я покаялась по-настоящему, можно только тогда, когда отворачиваюсь от этого греха и больше к нему не возвращаюсь. В книге притчей 28 главе в 13 стихе написано «Скрывающий свои преступления не будет иметь успехом, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Муж, который считал, что может каждую ночь спать с другой женщиной, а наутро просить у Бога прощения, просто не понял, чего требует от него Бог. Господь мог ответить ему только одно «покайся» и докажи свое покаяние на деле, изменив свое поведение. В-третьих, истина покаяться — это сотворить достойный плод покаяния. Не только отвернуться от плохого, но повернуться к святому. Однажды утром, еще до того, как проснулись обитатели нашей дачи, я вышла помолиться Богу, попросить у Него прощения за неправильное отношение к одному человеку накануне вечером. Я искренне сожалела об этом и раскаивалась в своем совсем нехристианском поведении. Когда я уже спускалась к морю, чтобы на берегу почитать Библию, то попросила Бога указать мне на те слова из нее, в которых я тогда нуждалась. И вот, во время чтения третьей главы Евангелия от Матфея, я вдруг отчетливо услышала его голос «Сотворите достойный плод покаяния». Бог будто напрямую обращался ко мне. «Эвелин, подтверди свое покаяние делами, а не только словами молитвы». В греческом языке слово «покаяться» дословно означает «изменить свое решение, передумать, отвернуться от греха и повернуться к Богу». Это то же, что сказал Иисус женщине, застигнутой в прелюбодеянии. «Иди и впредь не греши». Таким образом, покаяться — это совершить крутой поворот в мышлении и образе жизни. Такое коренное изменение поведения должно происходить как у христиан, так и у неверующих. У христиан, когда они жаждут вернуться к образу жизни угодному Богу, а у неверующих, когда они, приняв спасение, делают первые шаги в этом направлении. В поведении человека, совершившего подлинное покаяние, происходят существенные изменения. Он начинает вести иной образ жизни в корне, отличающийся от прежнего, греховного. Покаяние требует действия. Одних лишь слов недостаточно. Поднимитесь с колен и сделайте то, что должны. Когда я рассказала своему секретарю о звонке женщины, чей муж каждую ночь проводил с другой, а наутро просил у Бога прощения, она ответила мне, «Знаете, я только что говорила по телефону с супругой священнослужителя, который тоже все ночи напролет проводил с другой женщиной. Затем он возвращался в свой приход, принимал душ, переодевался во все чистое и начинал свой обычный рабочий день в церкви». «Любопытно», ответила я, «Читал ли этот священник второе послание к Коринфянам, 6 главу, 3 стих? Мы никому ни в чем не даем повода к преткновению, чтобы не было порицаемо служение». Божье Слово учит нас, что искренне покаяться – это, во-первых, искренне сожалеть о содеянном грехе, во-вторых, начать активно действовать с тем, чтобы отвернуться от него, и, в-третьих, приносить достойный плод покаяния. Мы должны отвернуться не только от больших, явных грехов, но от любого греха. Жаль, что современные понятия грехи давно не содержат в себе этих требований. Как вы с покаянием молитесь? Быстренько! Господи, прости, аминь! И забыли? Если так, то действительно ли вы сожалели о своем грехе? Возненавидеться! Увидели ли вы свой грех до такой степени, чтобы с омерзением отвернуться от него? Или уже снова вспоминаете о нем, а может, и грешите снова? Если это так, то ваше покаяние не было правдивым. зверхи и каять? Зачем? Чтобы увидеть себя такими, какими видит нас Бог? Когда оцениваем себя с точки зрения Бога, сразу становится понятно, что мы нуждаемся в покаянии. Я особенно остро осознала эту истину в 1982 году, когда наша семья в первый раз после операции Криса выбралась отдохнуть на дачу. Помню, тогда я ужасно устала. Только что окончила серию выступлений и еще не успев как следует перевести дух, сразу же прицепила лодку на буксир и повезла семью на отдых. Как назло, мы еще и опаздывали ко времени отхода Мичиганского парома. И мне пришлось несколько часов без остановки гнать машину. Мой муж, подпрыгивая среди подушек безопасности на сидении напротив, комментировал каждое мое движение и ежеминутно давал указания, когда тормозить, когда поворачивать, где парковаться, когда жать на газ. Через некоторое время я почувствовала, что мое терпение на пределе. Мои ответы мужу становились все более резкими и все менее доброжелательными. Нас сопровождали сестра мужа и наш сын. И вдруг меня осенило. Как должно быть ужасно я выгляжу сейчас в их глазах. От этого мне сделалось совсем не по себе. «Однако на следующее утро, когда взяв Библию, я спустилась к морю, чтобы наедине пообщаться с Богом, то увидела в этой ситуации нечто куда более важное, нежели то впечатление, которое я вчера произвела на других. Я неторопливо перечитывала первую главу второго послания Петра, размышляя над каждым словом из этого списка христианских качеств. Прилагая к этому все старание, покажите в вере добродетель, благочестие, братолюбие, любовь». Вдруг слово «братолюбие» бросилось мне в глаза. Слова следующих двух стихов не на шутку напугали меня. «Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет сего, тот слеп закрыл глаза». И вдруг я увидела себя такой, какой меня видит Бог. О, насколько это важнее всего того, что подумают обо мне другие люди, даже самые близкие. Рыдая там, на берегу, в полном одиночестве, я искренне раскаялась перед Богом. Наверное, Петр почувствовал примерно то же самое после того, как трижды отрекся от Христа, а затем неожиданно встретился с Ним взглядом. В тот момент он увидел себя таким, каким видел его Сын Божий, предателем. Взгляды Иисуса выражал столько боли, что Петр больше не смог вынести всего этого. Раскаиваясь и горько рыдая, он убежал со двора. Муж руководителя музыкального служения на одном из наших семинаров был председателем церковного совета. Пастор этой церкви и его секретарша впали в грех. Совет церкви принял решение не выносить это событие на обсуждение всей церкви. После того, как пастор исповедался во грехе и искренне раскаялся в нем, Совет церкви, видя, что этот человек нуждается в профессиональной помощи, направил его в христианский душепопечительский центр, где он полностью восстановил свое духовное здоровье. Тем не менее, члены церковного совета прекрасно понимали, что служение их пастора в этой церкви окончено. Однако, приняв прощение Бога и людей, он был восстановлен в служении и сейчас трудится в другой церкви. Совсем по-иному отреагировала на случившееся его секретарь. И по сей день она считает, что ей не в чем кается, или, по крайней мере, делает вид, что это не так. Конечно же, церковный совет немедленно уволил ее. Сейчас она получила работу в другой церкви, но и там не перестает жаловаться, что ее не принимают и ей кажется, что ее не любят. Как относится Бог к женщинам, подобным ей? Как к жене Патифара? Когда мы перечитываем библейское повествование о том, как жена Патифара неоднократно пыталась соблазнить богобоязненного Иосифа, то возмущаемся. Но как мы относимся к современным женам Патифара, которые живут по соседству, с которыми мы встречаемся на работе и, увы, иногда в церкви? Смотрим ли мы на них так, как смотрит Бог? А они сами? Оценивали ли они когда-нибудь себя с точки зрения Бога? А те, которых соблазняют? Кто из нас, с удовольствием прислушиваясь к льстивым словам, принимая знаки внимания и возбуждаясь в присутствии такого человека, хоть однажды посмотрел на это глазами Бога? Как бы изменилась наша нравственность, если бы каждый раз, чувствуя, что нас пытаются соблазнить, мы, как Иосиф кричали, «Как же сделаю я это великое зло и согрешу перед Богом?» Иосиф видел себя с позиции Бога. А мы? Иногда кажется, что если нам удастся обмануть окружающих, то о нашем грехе никто не узнает. Мы думаем, что можем обмануть и тех, против кого грешим, хотя в жизни это далеко не так. Но мы никогда не обманем Бога. Давид начинал свой Псалом 138 с таких слов. «Господи, ты испытал меня и знаешь. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Он пишет об этом еще до своей молитвы «Испытай меня, Боже». Та же мысль проскальзывает и у автора послания к евреям. «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет». Иногда мы можем отрицать совершенный нами грех, чтобы не было мучительно больно. Пользуясь подобной самозащитой, мы стараемся оправдаться вместо того, чтобы взглянуть на содеянное с точки зрения Бога, как на грех. К тому же такое отрицание приводит к другому греху, греху лжи. Отрицание греха – это своего рода разновидность лжи и тоже является грехом. Одна ложь влечет за собой другую, затем еще одну и еще, чтобы прикрыть первую, до тех пор, пока мы безнадежно не запутаемся в путине сплетенного нами же обмана. Но когда мы перестаем прятаться за отрицанием и признаемся самим себе, что то, что мы делали или делаем, является грехом, нам хватит сил признать это и перед другими, хотя они наверняка уже давно знают об этом. Нам хватит сил признать это и перед Богом, которому, безусловно, все было известно с самого начала. Когда апостол Павел писал эти строки, он обращался к христианам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Послание к Галатам, 6 глава, 7-8 стих. Продолжение следует...